здравствуйте мои дорогие друзья мои подписчики или зрители а я роман головин и сегодня хотел бы с вами поговорить о типах характера то что прописано в программе потому что многие люди они начинают замечать там у кого-то что там он агрессивный там еще какой тут самый главный агрессия и у людей есть неправильное понимание что агрессия не должна в норме быть она и у меня есть у вас у всех есть только у кого-то в большей степени потом меньшей степени кто-то вспыльчивые кто-то тихий кто-то громкий кто-то покладистый кого-то можно против шерсти гладить ничего не будет кому-то слово сказать нельзя критики да он сразу начинает мы все разные и это варианты нормы но мы еще раз повторяю чтобы у вас не было никаких недопониманий и многим кажется что если есть агрессия значит есть темные что человек сам темный либо он что-то неправильно делает поверьте мне что если допустим у человека есть агрессия например чтобы эту агрессию свести к нулю то человек должен ну не знаю часа три нам в день заниматься медитациями йогой тогда человек более-менее становится равновешен но когда допустим человека ну нагружена очень много в жизни всего до и семейных проблем и много он работает и так далее нервная работа естественно очень сложно понимаете то есть вот представьте да вот я сижу читаю комментарии и в день тому тебя могут вылить там не знаю там много тонн грязи вот не заслуженно причем то есть многие люди не зная тебя пытаются на тебя наехать вылить грязь и так далее куча троллей куча темных куча завистников куча всяких людей которые как бы с нами находятся в одной весовой категории которая тоже является контактерами и так далее всяких магов колдунов потому что ну мы рассказываем что это не существует а людям же надо как-то зарабатывать вас обманывать и таких людей очень много вот и таким образом у многих складывается впечатление есть люди темные они будут спокойные покладистые там да там втихаря гадости кому-то делать с умными лицами сидеть понимает человека нет возмущения никакого на самом деле это все фантик понимаете когда я уже говорил что если где-то на улице там грубо говоря там будут ко мне приставить моей жене там да я могу и ответить не мне за это ничего не будет ни кармы я не работаю ничего другой человек допустим да который будет стоять покладистая его просто убьют и всю жизнь его закончится он потеряет всю свою жизнь родиться заново можно это планете на другой планете и таким образом естественно потеряет очень много времени здесь ваше только лишь понимание потому что у вас есть некий клише который у вас заложили родители какие-то до вас до меня специалисты которые пытаются донести до вас какую-то информацию если человек развивается он должен в любви плавать там еще что-то нет он ничего никому не должен какие сущности вас меня сделали такие мы будем понимаете то есть есть люди которые легко на контакт идут есть люди которые сложно идут есть люди которые сформировались у них понимание одно у других людей другое и естественно эти люди как бы да они ну понимая все по-разному родители по-разному воспитали еще что-то все это откладывают отпечаток и никаким образом это не связано с вашим развитием можно быть очень развитым человеком но быть да чуть агрессивным там или еще что-то там вот если человек создал для себя такую жизнь и сущности ну не очень много жизненных уроков внесли в его жизнь то он справляется как бы все у него нормально но если же у человека достаточное количество жизненных уроков у меня их тоже достаточно понимаете иногда даже мне жена не выдерживает 大чок говорить о людях обычно когда кто-то обращается лет роман там вот у меня там такая проблема такая так жизньум жизнь урок жизнь урок жизнь урок роман да сколько этих жизненных уроков то есть эти жизненные уроки объединены в один урок просто большой и все вот когда ты детально начинаешь разбирать здоровье там еще что-то там то есть получается человеку кажется что одни жизни уроки на самом деле это просто один большой жизненный урок просто про себя могу сказать что что более наглядно было пример провести мне все время не везет браки постоянно попадаются вообще всегда практически с большой вероятностью попадаются браки и даже вот новый фильтр какой-то вышел который если на кухне ставил под раковину и сантехник пять раз приходил пять раз ну переделывал чтобы он нормально работал потому что на заводе перепутали трубки ну то есть серьезная компания иностранная как бы перепутали трубки там пять фильтров и фильтр соединяется между собой трубками вот и какие-то моменты покупаешь и через какое-то время может брак вылезти или еще что то есть это постоянно сплошь и рядом естественно ты попадаешь как бы на деньги и естественно постоянно тоже это напрягать многих людей начинает а потом как-то понимаешь что это испытание надо его пройти там да у другого там проблемы геморрой там прыщи какие-то вылезли еще что-то там ну надо просто с этим смириться как понятно что люди не хотят с этим жить как бы дали людям надо излечиться любыми способами неважно наработать карму не наработать и что в следующей жизни будет пять раз тяжелее люди об этом не думают вот сейчас ему плохо и человеку надо быстро излечиться самое основное понять причину то что я всегда говорю идете к врачу никаких причин нам никто не находит просто надо лечить и убрать все симптомы а причина никто не ищет здесь с характерами вот допустим многие год вот надо всех любить если вы будете кого-то любить не будете ничего вашей жизни не изменится чуть будет агрессивно кому-то относиться не агрессивно главное выполнять свою программу развивать эту планету людей как бы но не делать никому гадость а то что вы там чуть больше агрессивно будете себя вести или нет ничего не изменится вот либо еще какие-то жадность например да там я уже об этом рассказано есть одна видео лекция то естественно это просто наделено так прописано в программе человек жадный просто степени жадности разные бывают бывает что есть люди допустим да они готовы всех задарить подарками такие люди просто так прописано в программе вот и таким образом многие начинают понимать что такое энергетическая программа человек кто мы такие как это все работает и на что можно повлиять и вот эти все нюансы характера они прописаны на тонком уровне и многим кажется что если человек очень сильно отличается от других людей значит он какой-то неправильный у него что-то происходит на самом деле это может быть вариант нормы также как вариант нормы может быть повышенное давление чуть-чуть выпадение волос коленка болит постоянно там тазобедренный сустав болит сам спина болит это для этого данного человека это вариант норма то есть он от этого не умрет ничего не случится как просто дискомфорт чуть повышенной температуры тела чуть пониженной температуры тела это все варианты но Но это отдельная лекция, отдельная тема, а сегодня вот именно, чтобы вам было понятно, что какие-то черты характера у человека, они не могут на 100% говорить, что у человека темно, или у человека какие-то психические проблемы, или проблемы со здоровьем. То есть это вариант нормы тоже, чтобы вы понимали. А бывают такие люди, что ниже травы, тише воды, сидит, все хорошо, там вроде бы, да, даже может быть и пытается йогой, медитацией заниматься, но на самом деле он темный, например, да, то есть такое тоже мы видели. Или у него темное. То есть человек прожил всю жизнь и таким образом не подавал никаких знаков. Потом даже были случаи, что мы проверяли человека, но его даже на темную сторону перетащили. Тихо, 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 никто из родственников не заметил, потому что человек вроде был добрый, всем помогал. Поверьте мне, это ничего не означает вообще. То есть мы даже встречали таких темных, отслеживали их там несколько лет, и даже эти темные начинали заниматься медитацией, там, йогой. Но они делали вид, что они это делают, чтобы отвлечь других людей, чтобы люди не понимали, что происходит. То есть такой маневр хитрый, как бы, да, то есть такое тоже бывает. И не всегда возможно это все понять и почувствовать. То есть здесь надо быть довольно-таки развитым человеком, чтобы интуиция работала. И смотреть наш канал, именно получать эту информацию. И знать, в каких случаях, что может быть. Потому что, ну, не всегда можно даже интуитивно это почувствовать. Потому что все-таки интуиция, она же не на 100% у всех срабатывает, как бы. Да, в каких-то моментах срабатывает, в каких-то нет. То есть вот, как сущности дадут добро, в каких случаях это работает, в каких нет. Таких она и будет работать. Скупость, жадность, лень. И причем лень, она у многих людей есть, понимаете. То есть с ленью бороться. И причем ее убрать невозможно. Она прописана, как жизненный урок, с ней надо справиться. И человек, как бы, да, начинает бороться с этим. И таким образом, иногда даже вот жизнь очень плохо идет, потому что вот постоянно хочется ничего не делать, лежать, еще что-то там, не заниматься какими-то вещами, не работать. И таких нюансов в характере очень много может быть. То есть это так прописано. То есть для этого человека это вариант нормы, с которым он должен преодолеть. У кого-то бывает жизнь вообще гладкая, вообще без жизненных уроков. Просто человек либо отдыхает в этой жизни, либо его наградили чем-то. Либо у него такие скрытые небольшие уроки, которые его не достают. А в следующей жизни у него могут быть много их. Поэтому у всех все разное. Один много зарабатывает, другой мало зарабатывает. Один такой, другой такой и так далее. То есть можно этот характер на миллионы вариантов разбить. Да, те, кто не видели такую лекцию, можете у меня на канале посмотреть. Там я подробно рассказывал про вот эти все черты характера. И сегодня еще раз хотел бы обратить внимание, чтобы не было непонятно каких-то. Потому что все думают, что духовный человек должен сидеть вот так вот. Да, вы знаете, вот такая ситуация. То есть человек как будто в невесомости. Это все фейк, это все вранье, это все ложь. То есть ничего с этим не связано, духовное развитие с этим не связано. Много сегодня духовных лидеров, как они выглядят. Это их дело, это их программа. То есть мы все разные. А то, что внутри находится, зачастую мы не знаем. Есть даже параноеды, якобы. Но у них в программе всего лишь веганство прописано. Там просто временно может находиться на таком питании. Потом он все равно не выдержит. У него проблемы со здоровьем начнутся. Поэтому это все на публику работает. Это все вранье, понимаете. И духовное развитие, оно чуть-чуть другое, нежели вы, многие из вас, представляли или сейчас представляете. Понимаете. И вот чтобы понять, что такое развитие, кто мы такие, как все устроено. Вот как раз существует такой канал, как у нас, который надо штудировать. И по множеству раз даже пересматривать видео лекции, чтобы некоторые моменты понять. Удачи вам, всего доброго. И увидимся в новых выпусках. До свидания.